Таблетка от простуды и чай с малиной – распространённый способ снимать лёгкие недомогания. Ну, простуда и простуда. Дадим какие-то препараты, парацетамол, жаропонижающие, может быть, сходим в аптеку, купим какие-то антибиотики, ну и, как правило, на этом всё заканчивается. На этот раз у 23-летнего Александра Русалёва привычная стратегия не сработала. Стал плохо дышать, задыхаться. Ну и вообще, общее состояние какое-то нам показалось совсем тяжёлое. Вызвали скорую. Уже в машине скорой помощи врачи поняли – пациента надо направлять в реанимацию. Он не мог самостоятельно дышать. Он уже был без сознания, да, то есть пока везли скорой, ему ещё похуже стало. То, что Саша принял за обычную простуду, оказалось двусторонней пневмонией. Пациент поступил изначально уже с проявлением острой дыхательной недостаточности. Говорит о том, что он дышал неадекватно, дышал плохо, ему не хватало кислорода. Речь шла о жизни и смерти. Александра решено было везти в больницу имени Юдина. Было принято решение о его сначальной интубации. Это перевод его с помощью трубки, которая идёт через ротовую полость дыхательной пути, и подключение к искусственной вентиляции лёгких. Реаниматологи городской клинической больницы имени Юдина приступают к работе. Удастся ли им вернуть пациенту возможность самостоятельно дышать? И не пострадал ли его мозг от кислородного голодания? Зачем на время операции пациенту отключают сердце и лёгкие? Это для родителей ужасное испытание. Он у нас, в общем-то, единственный сын. Почему врачи-реаниматологи работают по секундомеру? Умение принимать правильное решение очень многого стоит. Оно стоит жизни больных. Может ли встать на ноги больная, которая уже 7 лет передвигается на костылях? Говорили, что могла она потерять ей ногу, то есть со временем. И чего больше всего боятся пациенты перед операцией на сердце? Я просто открыл глаза, как будто спал. Врачи с золотыми руками. Люди, которым они подарили вторую жизнь. И клиники, о которых пациенты слагают легенды. Где они находятся? Как туда попасть? И как среди сотен хороших больниц выбрать лучшую? Клиники России. Сегодня в нашей программе. Доброе утро, Борис Георгиевич. Как ночь прошла? Все хорошо? Жалобы, вопросы какие-то? Хорошо. Удачи. Кардиохирургическое отделение больницы имени Юдина. 65-летнему Борису Черминину сегодня предстоит операция на сердце. Сердце работает перегруженно, крайне напряженно. В запущенной ситуации такого, в принципе, не должно быть. Если норма системного сердечного давления у здорового человека 240 мм ртутного столба, то у Бориса оно всего 120 мм. Тяжело стало ходить. Короткие расстояния чувствуются. Так вот постепенно, видать, накопилось. В больнице имени Юдина Борису подтвердили диагноз – сочетанный порог аортального клапана. Попутно выявили и другую проблему. Во время обследования у него выявлен эрозивный гастрит. Проведена соответствующая противоязвенная терапия для снижения риска каких-то осложнений уже со стороны желудка. Пациента обследовали. Тут же на месте подлечили, подготовили к операции. Всё вместе заняло чуть больше недели. В современной медицине такой подход называют мультидисциплинарным. И клиническая больница имени Юдина – одна из первых в России взяла его на вооружение. Суть в том, чтобы лечить не каждую болезнь по отдельности, будь то гастрит или порог сердца, а конкретного пациента. Для этого здесь есть высококлассные специалисты разных профилей. И, что важно, все они работают в связке. Постарались максимально объединить усилия анестезиологов, реаниматологов, хирургов, кардиологов для оказания помощи кардиохирургическим пациентам в полном объёме. Больница имени Юдина переживает модернизацию. Новые технологии, современные подходы, новая молодая команда управленцев. Главный врач Денис Проценко получил огромное хозяйство в свои руки меньше года назад. Это самый крупный медицинский, я не постесняюсь этого слова, холдинг Юга Москвы, который объединяет в себе две территории, больше 1200 коек, родильный дом, две поликлиники, 15 женских консультаций. Слияние нескольких крупных лечебных учреждений в холдинг шло всё последнее десятилетие. Сейчас по количеству коек в стационарах и ротации пациентов больница имени Юдина уступает только знаменитой Боткинской. Да и то ненамного. Нужно крепко продумывать внутреннюю логистику. За помощью обращаются и экстренные пациенты, и плановые, и очень тяжёлые пациенты, которые госпитализируются санавиацией через вертолётную площадку. Мы постарались все эти маршруты входа госпитализации больного в стационар выстроить таким образом, чтобы они не перекрещивались. Идея в том, чтобы человек, пришедший на плановую операцию, не оказался на пути того, кто экстренно нуждается в реанимации. И такой подход работает. По словам Дениса Проценко, за короткий срок удалось увеличить проходимость больных и снизить среднюю длительность госпитализации. Приёмное отделение со смотровыми, с определением приоритета поступлений по тяжести больных, с реализацией некого метода конвейера, заведующего приёмным отделением, которое с телефоном не расстаётся. Привет! Предмет особой гордости главврача Проценко – реанимация. Самая большая в Москве. Одновременно здесь могут получать срочную помощь 144 пациента. Поток достаточно большой. В сутки мы принимаем от 8 до 20 пациентов. Сколько пациентов к нам поступит в этот день, предугадать невозможно. По специальному пандусу реанимобили попадают сразу на второй этаж, где расположены шоковые палаты. Так удаётся сэкономить драгоценные секунды, от которых зависит жизнь пациентов. Наиболее тяжёлые пациенты, пациенты в критическом состоянии, госпитализируются машиной скорой помощи, непосредственно в отделении реанимации и интенсивной терапии. Они сразу из машины скорой помощи попадают в реанимационный зал. От новорождённых до стариков с документами и без в реанимации примут любого больного. Задача врачей – быстро поставить диагноз, определить очерёдность оказания помощи и стабилизировать состояние пациента. Время пребывания в реанимации медики измеряют в койко-днях. Среднестатистическому пациенту достаточно от одного до трёх койко-дней, но кому-то требуется и 30, и 40. Умение принимать правильное решение очень многого стоит. Оно стоит жизни больных. Александра Русалёва доставили в реанимацию всего несколько минут назад с тяжёлой двусторонней пневмонией. Прямо сейчас врачи сражаются за его жизнь. Парень больше двух часов без сознания. Состояние пациента ухудшается. Ухудшается настолько, что у него развивается дыхательная недостаточность, а может и нарушение работы других органов. Врачи принимают решение. Нужна трахеостомия. Эта операция заключается в том, что врач рассекает полость трахеи и вводит в неё дыхательную трубку, которая будет подсоединена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Только в этом случае Александр сможет вздохнуть полной грудью. Сейчас пациент этот находится в коме. В данный момент ему вводятся препараты для наркоза, для обезболивания. Бориса Черминина, который страдает сложным пороком сердца, уже доставили в операционную. Задача хирургов – резекция деформированного клапана левого желудочка и замена его на искусственный. Костяк медицинской бригады – кардиохирург Александр Пискун и анестезиолог Лев Кричевский. Вместе они выполнили несколько тысяч операций, в том числе неотложных. Сегодня всё по плану. Сначала – отключение сердца и лёгких. Вот этот основной мотор, роликовый тип, он замещает работу сердца. Сердце стоит, мотор работает. Это сердце, которое гоняет кровь по всему организму. Полчаса спустя после начала операции врачи видят деформированный сердечный клапан. Именно его предстоит удалить. Да, сейчас иссякаем поражённый клапан. Кальция, да, он выраженный. В куски. Так, на турчик, мне понадобятся кусачки. Поецус. Очаг воспаления покрыт известью. Сердечный клапан стал твёрдым и практически потерял пластичность. В таком состоянии он не мог прослужить долго. Это створки как раз изменённого артального клапана. Третий час операции. И её финальная стадия – установка сердечного имплантата. Вот это как раз искусственный протез, который будет имплантирован на место изменённого артального протеза. Как будет работать сердце Бориса? Это выяснится, когда он придёт в себя после наркоза. А в палате экстренной помощи реаниматологам удалось стабилизировать давление и работу сердца Александра Русалёва. Осталось заставить пациента с тяжёлой пневмонией самостоятельно дышать. Мы обязаны сделать такую манипуляцию, которая называется прихиостомия. Несколько точных движений, и воздух начнёт поступать через отверстие в трахеи. Аккуратно рассмеряем. Разбываем анжир. Всё, в принципе, наша манипуляция выполнена. Теперь жизнь Александра вне опасности. Но о переводе в терапевтическое отделение речи пока не идёт. Он всё ещё без сознания. В коридоре перед реанимационным залом мама Александра и его бабушка. Для них всё происходящее – нелёгкое испытание. У риска есть всегда чего-то такого страшного. Но мы надеемся и молимся, что всё будет хорошо. Мы только надеемся на лучшее. Больше всего родные хотели бы прямо сейчас находиться рядом с Сашей. Всем известно, ещё с советских времён в подавляющем числе больниц допуск родственников в реанимацию под негласным запретом. Негласным, потому что в законодательстве об этом нигде прямо не говорится. Однако до сих пор изменить эту практику не могут ни петиции родственников, ни даже рекомендации Минздрава. Клиническая больница имени Юдина одной из первых открыла двери реанимации для родных. Чтобы посетителям нашим было понятно, а что происходит в стенах реанимации, в какое время у нас есть время посещения, у нас действительно открыто отделение реанимации, и эти правила вы вообще можете увидеть и заснять. Смотрите во второй части программы. Почему пациентам реанимации так важно видеть лица родных. Привет. Давай поздороваемся. Как вернуть надежду тому... Не чувствую себя полноценным человеком. ...кто уже не верит в излечение. Я вот, честно говоря, собрался помирать. У меня ни сил не было, ни настроения жить. ...чем опасна плохо подобранная обувь. Земля, пол. Мне все причиняло боль. И что общего между хирургами и авиаконструкторами. Операция заключается в том, что где-то кости соединяем, где-то их перепиливаем. В клинической больнице имени Юдина успешно работает система телемедицины. Раз в неделю врачи консультируют пациентов по видеосвязи и ведут диалог с коллегами. Да, еще боль в грудной клетке при умерении физической нагрузки и при стрессе, вот он не сильно отмечает, и одышка, слабость. Купили метроглицерин. Хорошо. А стенсирован он в какой больнице? Это мае этого года? Или... Это мае 2016 года. Ну, паспортно. Стенсирован в годе с первой. Благодаря телемедицине передовые достижения быстрее внедряются в практику. В частности, опыт Центра хирургии стопы больницы имени Юдина. Его возглавляет хирург-ортопед Виктор Процко. Доктор Процко – человек с мировым именем, который знают, который оказывает помощь со стопой всем и взрослым, и детям, и сирым, и убогим. Это тоже предмет нашей отдельной гордости. Это уже одна из визитных карточек больницы имени Юдина. Имя Виктора Процко прозвучало на всех телеканалах страны после того, как он поставил на ноги воспитанника детского дома из Махачкалы. Тимур Дадаев 6 лет был лишён возможности ходить. Запущенная травма обернулась деформацией стопы. Операция в буквальном смысле подарила ребёнку новую жизнь. За неделю в больнице имени Юдина оперируют порядка 30 пациентов с подобными нарушениями. Вот эти операции, они сложные. Стопа, голеностопный сустав – это 28 костей, 33 сустава. Много разных операций, выполняемых на переднем и на заднем отделе. Только на переднем отделе, по исправлению косточки, пальцев, более 400 операций. Хирурга-ортопеда можно сравнить с авиаконструктором. Врачи работают по заранее подготовленным чертежам. Многочисленные мелкие суставы соединяют титановыми скобами, а сухожилия заменяют пластиковыми стяжками. Операция заключается в том, что где-то кости соединяем, где-то их перепиливаем, где-то какие-то кости убираем, где-то какие-то суставы соединяем. Сегодня Елена Гудилова делает первые шаги. Пока они даются с трудом, но и это огромное достижение. Было раньше очень дискомфортно. У меня вывернулось сильно сустав голеностопный. И все, что касалось его, обувь, либо земля, пол, мне все причиняло боль. Первые проблемы с голеностопным суставом начались у Елены больше 20 лет назад. Ей поставили диагноз ревматоидный артрит. Его надо вовремя было лечить. И врачи мне советовали, какими лекарствами надо лечить. А я очень боялась и отказывалась от этих серьезных лекарств. И самыми безобидными, на мой взгляд, я лечилась. Ну и вот болезнь развивалась. В конечном итоге поражение костей стопы дает осложнение на все системы организма – от позвоночника до дыхания. У Елены поначалу лишь слегка изменилась походка. Появилась усталость при ходьбе. Но 7 лет назад болезнь начала резко прогрессировать. Говорили, что могла она потерять и ногу. То есть со временем это буквально, там еще немного оставалось потерпеть, и все. Суставы стерлись бы, и смысла нет ее оставлять. Вот и все. На обследование в больницу имени Юдина Елена попала в критическом состоянии. Ходить самостоятельно Анна уже не могла. У нее сформировался эквенус стопы – деформация костей, позволяющая больному ходить только на цыпочках, без опоры на пяточную часть. Выраженная плоско-вальгусная деформация стопы, сосклонение стопы, как мы говорим, к наружу, завалу. Действительно сложно подбирать обувь. При нагрузке стопа заваливается, заворачивается. Сегодня на операционном столе пациентка с теми же проблемами. Задача хирургов – стабилизировать костные структуры. Для этого искривленные суставы выправляются, а сухожилия фиксируются имплантатами. Я хочу заднюю поверхность наложить. Вот это отодвигай. Отодвигай, нет, ладно, ты. Вот это штука, отодвинешь. А сейчас вы увидите, мы зафиксируем их специально введенными имплантатами. Некоторые кости стопы хирурги удаляют. Их тоже меняют на искусственные фиксаторы. Убираем часть кости. Теперь такая техника добора. Мы выводим ногу, вот она у нас, в правильное положение. Формируем стопу. Елене Гудиловой 10 дней назад сняли гипс, и она уже пытается ходить. Здравствуйте, дорогие мои. Уже хожу, да, уже хожу. Давайте присядьте, посмотрим. Нет, вот сюда пускай. Разуваться, да, Андрей Алексеевич? Да, да. Пока прооперирована только левая нога. Операцию на правой сделают через 4 месяца. И тогда Елене больше не понадобятся костыли. Она сможет ходить самостоятельно. Сейчас идёт всё хорошо. Слава Богу. Как полностью вы будете опираться на эту ногу, мы, наверное, в январе, в феврале сделаем вам вторую. Поставим её в правильном положении, чтобы вы себя почувствовали нормальным человеком. Спасибо вам большое. Борису Черменину до полного выздоровления пока далеко. Он только что пришёл в себя после операции на сердце. Но его жизнь вне опасности. Вживлённый протез работает исправно. Почти как у младенца первые шаги делаешь. Всё. И голова окружилась, и это. Сейчас стало получше. Расходимся постепенно. После операции прошло всего 5 дней. А Борису уже разрешили посещение. Навестить его пришёл внук. О, здорово, Лёша. Как же? Нормально. Как себя чувствуешь? Тоже нормально, хорошо. Так вот скоро и вылечимся. Ускоренная реабилитация. Ещё одно ноу-хау больницы имени Юдина. Прежде считалось, что после операции больному необходимо 2-3 недели полного покоя. Оказалось, что такие подходы на самом деле ухудшают результат хирургического лечения. Увеличивают количество осложнений. А современные технологии лишения боли пациента после хирургического вмешательства позволяют нам через 3-4 часа посадить его на кровать, поставить на ноги и заставить делать несколько шагов вокруг кровати. Лев Стремоухов действие этих технологий испытал на собственном опыте. Ну да. Сейчас буду молоть. Еду хором. Кукурузки маленько. Пшенечки. Большое хозяйство отнимает много времени и сил. На этом подворье одних только гусей – 35 голов, а ещё цесарки, утки и куры. Ну, у нас, конечно, после операции уже прям жизнь новая началась. Ну, ещё не всё могу делать, конечно. Силы появились и желания что-то делать, понимаете? А ведь ещё год назад Лев буквально прощался с жизнью. Его сердце не справлялось даже с обычной ежедневной нагрузкой. Я уже собрался уже подыхать, короче говоря. У меня уже не жизненно сел было, не было никаких настроек, вообще ничего. Последние три месяца он просил меня, дай мне спокойно умереть. Ну, на что я сказала – нет. Будем искать причины и вообще лечиться. После обследований пациент оказался в больнице имени Юдина. Там ему смогли поставить диагноз. Достаточно редкая патология, так называемый конструктивный перикардит. Ещё называют это панцирным сердцем. Поступил он к нам в достаточно тяжёлом состоянии. Нужно отдельно отметить его психоэмоциональное состояние, подавленность. Он не мог, он не чувствовал себя полноценным человеком. Панцирное сердце. Разновидность перикардита. Воспаление околосердечной сумки. В полости скапливается жидкость, сдавливающая сердце. В результате наступает хроническая кардионедостаточность. А само сердце из-за возникновения фиброзных спаек становится твёрдым. Левый желудочек начинает сокращаться хуже из-за того, что спаечный процесс выраженный. Панцирное сердце. То есть пинцетом такое впечатление, вот если постучать по перекардиту, это как по столу деревянную. Заболевание из-за разряда сложнейших. Обычно к хирургическому вмешательству больных готовят не одну неделю. Но в случае с Львом Стремоуховым медлить было нельзя. Его жизненные показатели к моменту поступления в больницу были критическими. Александр Пескун принял решение. Срочная операция. Буквально на следующий день он мне сделал операцию. И сделал так здорово. Небо вот это вот, все пугали из наркоза плохо выходить там и так далее. Я просто открыл глаза, как будто спал. Ничего не болит, ничего это самое, не кружится, ничего не тошнит никакой это самое. И он стоит, доктор, как ты? Я говорю, ну нормально, всё хорошо. С трудом удалили мы, выполнили эту операцию с техническими сложностями. Но тем не менее справились, отёки ушли. На седьмые сутки он от нас практически убежал, абсолютно довольный к своему хозяйству. Встречались мы с ним на план... Достаточно редкие пациенты, мы их стараемся отслеживать. И судьбу отслеживать. Раз в месяц Лев Стремоухов приходит на обследование. Перикордит может дать рецидив. Но пока пациент чувствует себя хорошо. А дышка? Печка мокрая. Ходите, ничто не беспокоит при ходьбе на длинное, долгое расстояние. Александр Русалёв пока всё ещё в палате реанимации. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием. Пациент с двусторонней пневмонией длительное время не мог дышать. Но сейчас самое опасное позади. Саша пришёл в себя. Его мозг не пострадал в результате гипоксии. Хорошо, ставим лучше. Домой собираюсь. Сомнений и опасений у врачей нет. Саша уверенно идёт на поправку. Теперь в это могут убедиться и родственники. В палату реанимации к нему пришёл отец. Как ты? Хорошо? Молодец. Ничего не болит у тебя? Нет. Дышать не трудно? Нет. Всё хорошо? Язык покажи, пожалуйста. Нет. Всё, всё, отлично. Дай пять. Родственники пациентов чувствуют себя спокойнее, когда располагают всей информацией. Мы, конечно, очень волновались, потому что приходили сюда, нас к нему запускали, мы видели, что он нас не видит, не реагирует. Это была очень нервная такая обстановка. Но вот когда нам на четвёртый день позвонили и сказали, что он пришёл в себя, можете приходить, ну, испытали просто вот эйфорию. В больнице имени Юдина свидание в реанимации уже привычное дело. Здесь понимают, поддержка родных помогает пациентам исцелиться. В конце концов, простое человеческое участие порой оказывается не менее важно, чем все новейшие технологии и самые современные подходы.